На минувшей неделе Генеральная прокуратура приняла решение о запрете социальной сети Instagram в России. Официально об ограничениях пользователи узнали из рассылки интернет-портала Госуслуги. Решение обусловлено необходимостью обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков. И для нас ограничение вот этой вот виртуальной границы, оно будет определенным психологическим испытанием, определенным информационным стрессом. Почему информационным? Потому что по теории Ганса-Селье любая стрессовая ситуация несет информационную подоплеку. Психологи отмечают, в текущей ситуации важно обсуждать свои мысли в кругу друзей, либо со специалистами. Большой проблемой блокировка стала в первую очередь для предпринимателей и представителей интернет-профессий. Однако многие пользователи нашли альтернативные варианты существования в сети. Перенос аудиторию в телеграм-каналы, использование технологии VPN. Если уже есть решение государства, что сегодня данные платформы ведут деятельность очень близкую к экстремистской, то зачем вообще, если ты уважаешь не только свое государство, а вообще себя, потому что экстремистская деятельность против тебя направлена, как гражданина этого государства, зачем вообще включать VPN для того, чтобы наблюдать за этими хануриками, которые себе позволяют такие нехорошие вещи. В настоящий момент никакой ответственности за использование VPN в России не предусмотрено. Эксперты отмечают, что в некоторых случаях наказуемо лишь распространение экстремистской информации. Маргарита Михайлова, Людмила Седунова, Универ Ньюс.